Всем приветики! Какие дела? Какие дела? У нас воскресенье. Дюняшка спит. Я собираюсь на работу. Коля встал. Сидит что-то там в телефоне. Чего он там втыкает в своем телефоне. Вечно понажимает кнопок. Потом, Лена, разбирайся, что натворил. На улице ветрища. Ветрища такое сильное. Да, кошечки. Все, лето кончилось. Хотя, не кончилось. Не то, что лето вообще теплая погода. Судя по прогнозу, который может, конечно, обманывать, теплые денечки еще относительно уже теплые. Судя по прогнозу, поэтому подождем. Гляньте, ветрища какое. Гляньте, деревья кланяются как ветки. Кошмар. Шторм прям за окном. Да? Штормит? А вам пофигу спать-то и все. Скажите, какой там шторм? Пусть тут падает это дерево, а мы будем отдыхать. Договорились с Дуняшкой, чтобы после работы она со мной тоже пойдет к маме, к бабушке, да? И я такая сейчас ей пишу сообщение на светофоре. Няха, я уже на кооперативной, можешь выходить. Она такая мне отвечает, да, хорошо, мы выходим с Колей. Короче, без Коли не обойдется. Раз он сегодня не в гараже, раз он сегодня дома, значит, все сейчас придут навещать мамульку. Давай. Я как-то туда. Сначала я, следом за мной хвост. Дуня и Коля. Я с работы собиралась с Дуней. Я говорю, Дунь, выходи. А она, мы с Колей выходим. Видишь, а с чемоданами опять. Леночка заезжала на работу, булочки завязала. Ух ты, а что такая красивая? Глянь, какие хорошо так с хвостом. Какая-то необычная. Все, я вышла достала. Все, переросла? Да. Все, мама? Да, я переросла. Дунька, сейчас надо будет тебя не забыть померять на папиной этой двери. А, худенькая какая-то. Ну, нормальная. Дунь, хорошо кушаешь? Ну, как сказать? Слушай, как сказать? Я там дома спали как. Не знаю, спалишь? Да. Николай, привет. Я фонтерового федерации. Ну, давай. Короче, все к тебе. Чай, чай. Ну, хорошо. Там конфетки, Леночка, привезла. Конфетки эти-то привезла. Я думаю, возьму с собой сюда. Пусть он с чаем, Дунь, сколько-нибудь. Чай, куда нет? Мимо меня. Потому что ты не разручаешь. Своё отдавать, да. Ну, вообще-то ходит активно? Нам поражает. Ходит бабушка? А, да. Вообще как бегает. Бабушке поражается, как ты ходишь активно, бегаешь. Ну, вообще по холодильнику туда-туда. Да, да, да. Это точно. Это молодец она у нас, Туняша. А Федя, как шушкать, прошу? Ну, я вчера Саше спрашивала лучше, да? Ну, да, да. Я слышала. Ну, хорошо, что лучше. Ты посмотри, что нашла у себя дома, мам? Целый рулон вот этих пакетов. А я учусь тебе чёрные мешкали. Они так рвутся, вот, бешки чёрные. Чуть пальчиком, они всё не высыпалось из пакета. Это у тебя как раз помойка нормальная. Ну, хорошо. Целый рулон еще. Слышишь, насколько тебе? Да, живи, бабушка, да? Да живи долго. Ну, хорошо. Монакая, но приятная. Ну, радость. Потом две банки икры тебе сразу принесла. Ну, не отказываюсь. Молодец. Супа, вот, баклажечка тебе. Ой, ты под ногу так готовила. Ма, ну если не съедается, вылинула, ну что там ничего такого нету. Прикольца иногда у неё. Ну, это же греф. В всякий случай хлеб взяла. Греф такой. Ну, еда, если не пропуешь, сдавиться из пакета. Нет, я думаю, что я даже прикисаю. Ну, вот готовлю. И выливай, и заказывай мне свежий. Мне лучше пусть будет больше, чем не хватит. Так, я пока в кладовку икру. Лена, два вопроса. Говори. А, у нас был белый, ну, был белый хлеб дома? Дома не было. Отлично, мы с Колей купили. Купили, молодцы. А мы, короче, выходим из магазина с ним такие. Он такой, слушай, а хлеб купили, нет? Я говорю, ну, не знаю. И он такой, типа, ну, Лена, если что на обратном пути, типа, короче, мы идем там, нас кассиры останавливают, типа, у вас оплата про... Карта не прошла. Короче, да, карта не прошла. Я такая, ну, судьба за хлебом вернулся. И вот его нету. Этот стель есть, короче, свежий. Короче, вы купили хлеб. Другой бы на моем месте, вот бы был какой-то. А сало есть надо. Ну, да, мне нельзя, докормишь. Это скорую надо вызывать сразу. Инна, сейчас погоди я. А я-ка в кладовке. Были на рыбалке ножки. Ну, и да. Вода теплая. Погода. Вода теплая. Вообще теплая. Вот так я, вот так делаю. А я твой сик до сих пор пушаю. И тебя вспоминаю. Думаю, ну, молодец. Икры обещал. Сделал. Да, икры сделал. Икры рано. Еще и сик на ней примерно едет. Ну, чуть-чуть маме. Так мама и сик соленый ела малостольный. Ей понравился. Очень понравился. Я начинаю всю завтрак с сига. Теперь вот сига начнем, да. Будем солить. А то он возит. Я его не могу. Что с ним делать? Будем солить, дочь. Хорошо. Будем солить. Как мама. Здорово. Молодец. Умница. Как девочка. Да. Вы мало друг от друга отвечаетесь. Даже не скажешь, что ты дочка у нее. Вроде у нее маленький еще должен быть ребенок. Я говорю, Сашатка, ну молодец. Не надо нам третьего, не надо. Спасибо. Спасибо. Ну, теперь уже будешь дать правдочку. О-о-о-о. То есть, когда-нибудь ты выйдешь замуж, родишь там. Ну, будем нянутиться. Видишь, как я загадываю вперед. Загадать не бывает богат. Ну, бывают исключения. Не бывает правил без исключения. Лена, мне уже детей гадают. Гадают? Ну, как же я говорю. Мама молодец, что я ее родила. Двоих такая стройная, как березка. Да, Саша не скажет, что твоих детей родила. Вообще. Вообще. Слава Богу. У меня знакомая дочка троих родила. Да, тоже. Ну, как девочка, как куколка. Трое детей. Уже один выше ее роста. Геннатика хорошая. Геннатика хорошая. Геннатика хорошая, да. Ты не хочешь на шашлыки? Ты меня приглашаешь? Там сыра. На сопки, что ли? Не знаю. Ты просто не хочешь на шашлыки. Я очень хочу на шашлыки. Туня. Ну, не знаю. Какие шашлыки? Ну, Коля закурил сигареты. Я захотела шашлык. У нее ассоциация такая. Я очень хочу шашлыков. Дома их не пожарим, а на улице там сыро. Знаешь, какой дой шел с утра? Ливень. Там сопка. Ливень шел. А я чуть не слышал. На работу ехали с утра. И я не слышал. Утром лило. Вообще. Обычно по подзаконнику слышно. Чуть не слышал я. Я чуть не слышал. Да у нас не смотрелок. Дома, я еду. Да, у нас деревья стоят. Ну, что они не слышали. А ветрище какое было? Ветер был. Ветер был. Ветки эти... По... По окну стучат. Да, да. Можем просто на сопки сходить. Лизка пришла. Легла. И не согнать. Я говорю, иди. Иди. Знаешь, такое солнце светело, когда он закурил сигарету. Я так это все смешалась. Я так... Пошу с луком хочу. Что? Дуня, ну, может она готова шашлыку пить? Наташа говорит, в этом году рябины много. Говорит... Много, да. Народная примета. Зима будет холодная. Ну, посмотрим. Если шашлыков хочется. Нет. Если рябина будет. Ну, ты погоду выбрала. Ага. Нелетную погоду. Подзончиками. Я даже у мамы уже спрашиваю. Говорит, ты не хочешь на шашлыки там типа сходить? Дуня, ты представляешь пойти на шашлыки? Это надо мангал. Надо угли. Да. Это пока его разведешь. Пока их пожаришь. Их замариновать надо. Купить мясо. Найти еще нормальное мясо. Готовое в магазине. Да, готовое. Все равно. Пусть даже, ну, а мангал, а угли на шашлыки. Не будем же на палке сидеть. Вчера. Ты собираешь... Это живая? Живая. Вчера мы белок кормили. Ну, Наташа говорит, они такие наглые. Уже к людям чуть ли не на руку задятся. Оля, вот за хвост ее посмотри. О-о-о. За хвост ее трогала. Ага. О-о-о-о. Берут орешки. Машка. Вот, смотри. Берут орешки и уносят прятать. Скажи, я по дереву полетю. Вот она полетит. Давай, давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Давай сюда. Нет. О-о-о-о. Да ты что? О-о-о. О-о-о. Ничего себе. Слышишь? О-о-о. Смотри, смешная. Смешная, конечно. Смотри, ну это совсем. Смотри, крышки смешные. Смотри, надо от орехов в рот пихать. Ага. Ну, турбай такая. Вот так с руки у меня кушала. Щелкает. Да, им нельзя давать орехи без шкарлупы. Потому что у них зубы должны стачиваться. А так они не обстоятельства. Именно, ты сказали, только с этими. Со шкарлупой давайте. Ну, пей чаек с конфетками. Пей чай с конфетками Леночка принесла вкусные. Иначе заберу. Это только у бабушки я такая щедрая. Дома приду под подушку и не найдете. Я шучу. Думаю, не купила себе сладости какие. А она и дома оставила, да? Вот это кольцо на ней уже, наверное, сколько ему? Года два. Три. Это она три. Это она у Коли нашла в инструментах. Прокладка от такого. Нет, она лежала там, где у тебя ножи всякие. Чудо, да? Вот, это прокладка. Ну, что ты Коля делала и ее положила? Она его досит уже третий год. Это резиночка. Я не собираюсь снимать. А когда купаешься? Я тоже снимаю вообще все. Вообще пофиг. Короче, вот так. А там приросло. Обычная резинка. Причем у меня вот это кольцо, я его четвертый год уже нашла. Дуня, я еще тебе сам набор. Пускай выберите. Дуня, приедешь, напомнишь, мне эти колецы достанут полно там. А золотой ты потеряла? Потеряла золотой? А его как-то я в душе была, его смыла вообще в эту... Ну, я его потом по квартире еще искала. Ну, когда там странная ситуация была, то есть я с ним пошла, вот, и как-то ничего не было, то есть ни звука падения. Ну, оно ж как бы... Оно немножко у нее слетало, кольцо бабушки, да? Или прабабушки было? Нет, это... Это вообще кольцо, как бы, со свадьбы мало. А, мамину? Ну, короче... Потому что она не подошла ей. Маме не подошла, она дала Дуне. А Дуня слетала. Не забыть тебя померить, Дуняша. Кстати, да. Мне интересно. Ну, идите, меряйтесь. А 9 сантиметр там, кажется, да? В этой, в шкатулке. Почти. Так эту, записку возьму. Зачем записку? Мы идем мериться. Мне карандаш нужен, а карандаш там, где не будет. А где карандаш? Ну, там должен быть. В чем мерить? Рост. Выросла она, насколько. Валера каждый раз отмечал, как они растут. И на двери отмечал. Метки. Так вот, сколько она выросла. Коль, хочешь конфеты? Да я уже все выпил, не хочу, спасибо. Не хочешь. А когда у тебя колени заболели? Ты вроде раньше не жаловался. Да вот, с рыбалки приехали. И не поднимал ничего. А ну, Коль, подвинься назад и сюда. Чем начертить? Ты все поддавала мне? Эти, все ручки, всякая. Все, все по половой ручкой. Так а у тебя Лиска больше на тебе спит или Маска? Лиска. Маска к Лене идет все время. Она тебе летит что ли? Не знаю. Приходит и как-то лапу вот сюда вытягивает и когти выпускает. Как приклеилась, раз и положила. И под себя начинает вот так, как дерет потихоньку. А потом учует Маска где-то прошла. Она прыг с меня и пошла к ней. Ну, кошки у вас интересные такие. Умные, все понимают. И сама пришла. Я не звал. Телевизор включил. Она прыг и ползет ко мне. Ага. Или лапы вытянула. Ну, надо же так, а. Тут Лена принесла Лиску переноски. Ох, она обошла все комнаты. Обнюхала все. Об меня потерлась и пошла. Признала меня. Ой, мы за ней наблюдали. Это прям удивительное окошко. Даже в ванлю залезла, все обнюхала и пошла. Уже, наверное, лето кончилось, да? Осень началась холодная. Ну, 10 градусов с утра было, сейчас не знаю сколько. Ну, сейчас больше, наверное. Побольше, наверное. Угу. Все, Дуня в одной рубашке. Я иду, мне жарко стало в этой. А Дуня без куртки, да? Без куртки. В одной в этой. Угу. А в квартире тепло у вас, да? Тепло, да. Окна закрыты. Угу. Или, не, на кухне открыто было. Они сидят чуть-чуть приоткрыты. Или на улице хотят обувь и в окно нюхают. Ох, буздок, да? Скоро бабушка уже твою обувь будет одевать. Какой у тебя размер, кстати? Надевать? Надевать. Ну, не знаю. Одевать, одевать. Ну, если она на себя ее надеет. На себя она будет надевать. А мы на нее будем обувь одевать. Надевать. Какой размер у тебя? Размер какой у тебя? Тридцать шесть, наверное. Вот у меня. У бабушки тоже тридцать шесть стоит. Да, тридцать шесть. Но я только недавно там... У нее тридцать пять, наверное, пока еще. Нет, у меня тридцать шесть. Уже тридцать шесть? Нет. Но я только что умерилась в модельной школе. Параметры. Параметры. Да. Шесть, как? Шестьдесят? Модельная школа. А, модельная... Там, где ходят школы в лагере, там еще школа модели находит. А что там? Ну, как правильно ходить, как правильно вещи носить, как двигаться, да? Как жить во всем мире. Как жить во всем мире. Как жить во всем мире. Это только поймешь в конце жизни. Правильно ли ты желал? Да. Да нет вообще, наверное, понятия правильно жить. У каждого оно свое. У меня это совесть одна у всех. Если по совести, то правильно. Ну, Дуняшка живет, я думаю. На данный момент нормально. У меня вообще прекрасно. Ну, без таких этих особых заскоков. У меня пример хороший дома. Отец с матерью. Ты не слышала, как они переодевались. Ну, тебя хвалили. И сказали, что ты на одном уровне с преподавателями. А что я так говорила? Ну, потом будет видео, послушаешь, когда выйдет. Я там записывала. В выходные. Завтра у тебя выходной. Завтра мне на работу. Завтра понедельник. Так завтра у тебя выходной день. А, к тебе... Так мне надо шторы снять тогда. Гуляй, Лена. Снимешь, куда торопиться. Я хочу, чтобы ты отдохнула. Тогда приду во вторник, сниму шторы и помою окно. Да. Да? Да. Наташа, кстати, говорит, у нее робот. Это, говорит, бесценно. Я, говорит, могу ей не принести, чтобы она у тебя помыла. Она, говорит, сам бегает. Я знаю, его включает, что он бегает. Это, говорит, просто изумительное. Да. Она, по-моему, только за 500 рублей, 5 тысяч купила. За 5 тысяч. Наша бухгалтер за 7 тысяч. Вот черновик уже мне сделал какой-то. Зачем? Я просто листаю все, смотри. Ну, уже черновик какой-то сделал. Выбиратель. Как помню, мне этот балкон всегда недоступен был. Она немного купила. Мама, ты так модно, да? Да. Называется оверсайз. Вот это все. Ну, это такое. Пуговица за стекли. Ты знаешь, я на этот робот, я смотрю. Бухгалтер мне прислала видео. Просто включаешь, и он ползает сам. Да, сам ползает. Но она за 7 тысяч покупала. Ну, это вот разные цели. Наташа говорит, если не надо, тебе, для мойки, для меня. Да уже не надо. Я самое сложное у тебя помыла лоджию. Мне самые сложные были вот эти вот окна. Ну, в квартире я помою и без робота. Ты себе его купи, в лиске поедешь, там окна. В лисках все перемыть. Высокие окна заширокие. Можно еще раз купить, у нас в лисках мыть, у меня мыть, у тебя мыть. Да. Везде ж мыть. Пусть ползает. Все, ползает. Ты, говорит, просто не нарадуешься. Вот, а ты бухгалтер тоже включила, я это смотрю. А Наташа любит чистые окна. Помню, как приедет в рубежные окна, она начинает мыть окна. Ой, а я и терпеть не могу их мыть. Вот. Ну, окна. А машину? Ну, что здесь, машина и окна? Огна, Боже. Что машина? Что машине можно помыть? А, машине? Я даже не знаю, как машине оно. Ну, наверное, можно. Ну, так и все, наверное. Помоешь сама-то. Да, легче тряпкой помыть. Вот, вот. А, вот он сейчас, подожди, пять тысяч, чтобы долго интернет. Тот, который у бухгалтера сейчас появился, его нет. Ну, она даже говорит, там разброс цен. Ну, я видела... Она давно покупала. Вот. Пять, пять, сто. Вон, можно вот за пять тысяч еще и туда не шло. Вот она, эта штука. Да, Гэт. Она показала, как вот такой. Ага. Вот он, вот. Магнит. На две стороны. И он тут ползает тебе. Ну, там мощные, даже четыре тысячи есть. Что-то такая раздача, да? Да. Надо отзывы подсчитать, конечно. Зачем покупать, а каждом, чтобы не отвалилось никуда. Слушай, пять тысяч, а уже не подешевели. Может, сезон прошел, мы тебя окон... Может быть. Вполне. Нет. Угу. Ладно, будем думать, да? А я что-то не особо любитель шашлык. У меня лучше мясо на сковородке поесть. Вот, я про мясо говорю. Я по телевизору на рыбалке, на сереблянке делаю. Пол бутылки пива 0,5. В мясо заливай. А мясо с пивом вкусное, кстати. И кипит целых минут. Ладно, банда. Собираемся. А я вчера так обрадовалась. У тебя обычно, когда захожу, короче, тупит замок, когда изнутри я закрываю. Не твою, а которая общая. И я так вчера еще ничего не понимала. В десять вечера я такая, о, отлично. Один замок закрылся. Дуля со своими ключами вчера в кино съездила. Со своими тараканами в голове. Ты моя куртка одень, ты в одну рубашечку пришла. А вдруг в ней цараж. У меня есть куртичка? Да, там она принесла гардероб и куртка там. И штаны еще одни. Лена! Ну, бери мне крещенскую воду. А я думаю, что бутылка стоит? Там где такое? Мне кажется, ты не оставила. Там положила, да. На столе, да. На столе. На столе. Все. Ну, зайка моя, с улыбкой там ее. Я тебя вспоминаю каждый день. Ладно, бабушка все любит, Паша. Да, все же, да. Любит вас и Федя. Пойдете мусор кто-нибудь. Возьму. Вон, Даня сказал. Ну, все, Мамуль. С Богом. Ангелов родители. Тогда завтра я не прихожу во вторник. Завтра понедельник я прихожу во вторник. Вторник у меня выходной. Ну, все. Ну, давай, Николай. Все. Пока. Закрывайся. Замывай ворота. Пока. С Богом. О, Боже. Его очень не забыли. Короче, прощай гусь. Мне его будет не хватать. Леночка отожала гуся у сына. Я купила себе гуся. А я у нее. Дуняшка отожала гуся у меня. Ну, что делать? Уже уезжать сейчас Саша за ней заедет. А вот как бы я сейчас домой с этим купила? Не знаю. Дуне повезло. Мама в нашем районе ее. И сказала заберет. Да. Няху. Сейчас заедет. Я мама заедет. Ты прямо уже пошла-пошла? Ну, мама звенит. А, уже звенит? Так. Ну, помогай. Помогай, так. Так ты ответь маме-то. Да нет, я знаю, что она скажет, что я приехал. Так она же не знает, что ты знаешь. Она знает, что я знаю. Короче, я с гуся. Да. Последний раз за лапу держишь Кене. Ну, я приеду. Короче, гуся зовут теперь Кене, да? Да. Короче, Дуня, как будто обнимусь. Да. Все. Уезжайте. Давай. Теперь обниму вас. С потрохами. Уезжайте с потрохами. Ну, привет, маме с папой. Хорошо. Голову бережет своему. Ха-ха-ха. Ты железный человек. Да, да, да. У меня папа пыталась вилкой ткнуть, что-то он мне сказал. И он говорит, я этот папа железный человек. Мне ничего не страшно. Все правильно. Леночка же сегодня заезжала ко мне на работу. Заезжала на базу к нам туда за перцами, за болгарскими. Там у азербайджанцев хорошие перцы продают на оптовом складе. И заскочила ко мне, купила сарделек белорусских. И привезла вкусняшки. Булочки, конфетки, зеленушка. Я так понимаю, что это зеленушка. Это наша мурманская. Знаете, какая нежная. Пахнет укропом. Это я потом нарежу. Господи, я думала кран прорвало. Так эта вода резкая испугалась. Вот. Маме нарежу и нам оставлю. Мама любит свеженький укропчик посыпать еду. Потом привезла паштет. Сказала, что это домашний паштет. Домашнего производства. Ни разу не пробовала паштет. Я люблю целая банка домашнего паштета. Вот такая вкусняха. Потом камбалу тоже. Я люблю камбалу. В любом состоянии. Не сырую, конечно. А это камбал обжарен в томатном соусе. Куске. Знаете, как аппетитно выглядит. Дед Ленусик. Спасибо за вкусняшки. Мазечка тусит со мной. Лизка была тоже здесь. Теперь ушла Коля. Легла к нему в ноги. И там спит. Я сварила суп. Сейчас покажу. Из вот такого вот горохового пюре. Это мы с Леночкой покупали в Светофоре. Она уже с него варила. Суп ей понравилось. Не требует варки 400 грамм. Но для приготовления супа и гарнира. Что значит не требует варки. А ну-ка. Я его варила. Тут написано. Короче, один к двум заливаешь водой. Настаиваешь 5-7 минут. Хватит зевать. Добавляешь соль. Можно кушать. Если делать пюре, допустим, для себя. Можно просто замочить. И все. Я же засыпала в кастрюлю. И минут 5 я прокипятила. Очень вкусно. Очень быстро. Кто любит гороховое пюре или гороховый суп. Классная штука. Вот так вот у меня выглядит супчик. И вот так вот выглядят. Вон там хлопья эти плавают. Вот у меня с диким мясом. У меня дикий суп. Вот с диким мясом. Помидорки там. Лучок. Морковочка. И вот это вот гороховое пюре. Очень, кстати, вкусно. А еще я сделала вкуснючую, красивую запеканку из творога. Эту формочку я купила в фикс прайсе. Видите, какая она силиконовая. Она складная. Покупала я ее в лисках фикс прайсе. В наших фикс прайсах что-то у меня голос садится. Я их не видела такой подобной. Вот это вот черное. Это не подгорело. Это сок, который выделялся из творога, из творожной массы. Там у меня творожок, 2 яичка, немножко манки и ванильный сахар. Все.